Человек из будущего. Так Владимира Высоцкого характеризуют люди, которые встречали артиста в Иркутске. Модная одежда, харизма и мужской шарм. Все это на долгие годы запомнилось немногим людям, которые увидели одного из главных символов той эпохи. Нашу область всемирно известный артист посетил в 1976-м по приглашению своего друга Вадима Туманова. После этого путешествия в репертуаре Высоцкого и появилась песня об Адайбо. Авторы полгода добивались встречи с Тумановым, которая в силу разных обстоятельств могла и не состояться. И все-таки настойчивость режиссера Павла Скоробогатова победила. И организатор знаменитого приезда согласился на эксклюзивное интервью. С Тумановым очень долго согласовывали встречу, потому что он достаточно уже в возрасте, у него и здоровье. И тем не менее, нашли архив фотографий, который снимал Манчинский в ту пору. Нашли хронику, вот эту замечательную на ВХС-кассете, которую снимали в 1994-м году в Иркутске. Ну, собственно, вот так вот все создавалось буквально по каким-то маленьким таким пазлам. Над фильмом работали более двух лет. Одной сложностью для создателей стало большое количество мифов и баек вокруг Владимира Высоцкого. Каждый второй обращался к документалистам и рассказывал личную небылицу. Самым распространенным мифом о приезде Высоцкого в Иркутск было то, что он тут со всеми успел покурлесить. Очень много лжесвидетелей каких-то веселых тусовок с его участием. А когда начинаешь разбираться, выясняется, что он все это время провел со своим другом Вадимом Тумановым, с Леонидом Манчинским. И он успел уже здесь, в тот короткий приезд, он был около недели в Иркутске, начать работу над книгой. Сделать внутрииркутскую историю всероссийской – такую задачу также поставили себе создатели фильма. Ведь про визит Высоцкого в Иркутскую область знают в основном только у нас. Для многих друзей Владимира Семеновича это событие до сих пор загадка. Поэтому одна из основных миссий фильма – рассказать новое, в том числе и просвещенному зрителю. Сегодня короткометражное кино приобретает особый смысл в современном мире. И за 10 минут удалось рассказать об эпизоде жизни Владимира Семеновича, но очень важном эпизоде, который повлиял на его творчество и, конечно же, оставил след в истории нашего региона. Для всех поклонников Высоцкого фильм стал подарком ко дню его памяти. 25 января артисту исполнилось бы 83 года. Посмотреть документальную ленту можно на ютуб-канале кинокомпании Юрия Яшникова. А в планах у создателей снять более масштабную ленту о визите поэта и барда. В новом фильме они хотят более подробно описать, в том числе и то, как тогда видели Высоцкого дети.